С опасением смотрю, как развивается за куеками большое количество жилья. Но мало того, что мы смотрим в средства массовой информации, начали, бросили, люди дома купили. Но там есть своя муниципальная власть, и не наш это вопрос. Не мы регулируем строительный рынок наших соседей, но меня тревожат, с каким размахом там идет строительство. Да, там чуть ли не в половину дешевле, чем жилье в Казани, но там никогда не будет решен транспортный вопрос. И об этом нужно жителям говорить, которые вокруг идут за дешевым квадратным метром. Он не будет дешевый у них, когда они начнут эксплуатировать и добираться до Казани. Вот это был такой известный полупевец, полудиректор совхоза, который мой тезка, тогда еще солнышки какое-то хозяйство, который на 10 соток раздал на все эти сихозугодия, и сейчас продолжает петь-ходить. А люди там мучаются. Какими усилиями мы расширили дорогу в Салмыче и в Вишневке и так далее? Какими усилиями лично президент, генеральный директор Трансгаза занимались тем, чтобы согласовать коридоры, которые внизу останавливали на капремонт Нижнекамс, Нефтехим, Оренбург, Трансгаз. Там целая войсковая операция, и вопрос передышки решен, но глобально он не решен. Поэтому нам и с коллегами с Минтранса, и Министерства ЖКХ и Строительства, Азат Рубинч, Радик Райвович, во главе с Денисом Геннадьевичем, нужны эти вопросы. Но там никаких денег не хватит. Я говорю об экономической ситуации. Там миллиарды, во-первых, нужны для того, чтобы коридор какой-то сделать для расселения, а во-вторых, это тысячи людей, которые, неважно, как бы там, нет там такой муравейник. Поэтому мы свою позицию как муниципалитет Казани должны сейчас заявить к тем людям, которые за дешевым квадратным метром едут в соседний, в межмуниципальный наш, в соседний район, в Пестричинске и там другие. Там эти транспортные вопросы, а потом мы начинаем получать, пустите автобус. Не потому что мы не хотим, потому что ГИБДД, транспортные инспекции, не согласуют никогда туда транспортный новый автобусный маршрут, поскольку ширина дороги, полотно, там, разрывы безопасности, остановочные, невозможно сделать под тем стандартным, под который проходит хотя бы дорога третьей категории, второй категории. И эти вопросы не будут решены. И их жизнь превратится в ад. Потому что они рассчитывают приезжать на работу каждый день в Казань, детей возить в школу, в детсады, поскольку их там нет. Я к чему, коллеги? Об этих вещах нужно заранее говорить. И этот якобы дешевый квадратный метр, дешевле, чем в Казани, он станет в том случае в три города, в три дорога. Продолжение следует...